Германия никогда не воспринималась российским обществом как какое-то вражеское государство. А сейчас фактически в государственных СМИ формируется такое отношение. Это будет влиять на взгляды россиян на иностранные государства? Есть же список, кого россияне считают врагами. Спасибо за вопрос. Я бы сейчас всё-таки разделила свой ответ на две части и постаралась говорить не обо всех подряд россиянах, а, например, о тех россиянах, которые слушают федеральные медиа и доверяют им. Потому что те, которые считают сейчас независимые медиа и оппозиционно настроены в отношении как режима Путина, так и войны, у них совершенно другие впечатления от всей этой истории. Если говорить о том, как сегодня стали относиться россияне именно к Германии, то можно сказать, что те люди, которые смотрят федеральные медиа, это в основном те же самые люди, которые почти никогда не выезжали из России. То есть у нас 69% по данным ФОМА, это те, кто имели возможность уезжать из России. В Германии в среднем, я посмотрела статистику, в лучшие годы это 500 тысяч россиян было, а в среднем где-то 290. То есть это очень-очень малый процент, кто вообще Германию видел в лицо, хоть как-нибудь, если говорить о простых россиянах. Ну и плюс к этому, сегодня зрители федеральных медиа, они ассоциируют Германию с коллективным Западом, они не ассоциируют её с отдельной самостоятельной страной, с которой есть какая-то история отношений, или что-то в таком духе. Это просто... Ну вот ещё мы получили подтверждение, что да, коллективный Запад нас ненавидит Германию, вот ещё один пример, не более. Что там было на самом деле сказано, да? Ну, естественно, пропаганда преподносится так, чтобы было простому россиянину удобнее ненавидеть. Ну там задач других у пропаганды нет. И, соответственно, ну вот я вижу данные Левады и данные ФЦОМа, посмотрела. Вот в 2019 году Германию недружественной, по данным Левады, считали 17% опрошенных, но любопытно, что при этом 26% россиян хотели поехать посмотреть, как живёт недружественная Германия. А в ЦОМ в 2019 году только 9%, да? То есть вот Левада считает, что 17%, а в ЦОМ в 2019 году говорит, что 9% россиян считали Германию недружественной страной, а уже в августе 2022 года уже 32%. Россиян считают её недружественной, но это очевидный результат работы пропаганды. Опять же подчеркну, что вот эти цифры, они не должны транслироваться на всё российское общество целиком. Я бы всё-таки ограничилась теми, кто верит и доверяет федеральным медиам, российским, которые работают сегодня. Ну вот мы перед выпуском спорили с Олей, поговорим с Анной о воздействии пропаганды. Я говорю, мой вопрос, Аня, почему всё-таки есть довольно большая прослойка россиян, которая верит пропаганде? Оля сомневалась, да верит ли? Я сомневаюсь. Я по-прежнему считаю, что они как бы слушают, они это воспринимают как некий общий государственный нарратив, и надо его повторять. Вот им говорят, что коллективный Запад плохой. И вот если человека спросить, коллективный Запад плохой, да, плохой. Но вот она мне сказала, или нам сказала, что есть довольно большая прослойка россиян, которые верят этой пропаганде, верят тем нарративам, которые транслируют федеральные каналы. Почему люди этим верят? Это подчас же довольно абсурдистские высказывания и заявления. Почему люди верят пропаганде? Здесь не один какой-то ответ будет, потому что, ну, во-первых, то, что сейчас говорят пропаганды, это некоторые мейнстримы. То есть, чтобы ей сопротивляться, вам надо оказаться в меньшинстве и плыть против течения. То есть, за неподдержку войны сажают в тюрьму. За поддержку войны не сажают в тюрьму. Это очень так вот определяет общественное мнение. Во всяком случае, то мнение, которое считают правильным, корректным россияне сообщать исследователям. То есть, 99%, я уверена, что в первую очередь выдаются социально одобряемые ответы. То есть, те ответы, за которые точно ничего не будет. Потому что, когда тебе звонят по телефону и о чём-то спрашивают, конечно, с высокой вероятностью вы 10 раз подумаете, да, у вас телефон связан с паспортными данными, с банковскими картами. Надо ли вам говорить что-либо, вот, искренне, да, свои взгляды транслировать, и во что вам это обойдётся. При этом, ну, часть людей действительно, ну, мы не можем сказать, что они не одурманены пропагандой, и она умело играет на низменных чувствах, и, в принципе, механизмы отработаны. Здесь дело не в россиянах. То есть пропаганда так же хорошо работала в своё время в Германии, она так же хорошо работает сегодня в Иране, в Корее, в Северной, да, и так далее. То есть это не какая-то специфичная история про то, что вот россияне оказались менее устойчивы, чем остальные национальности. Например, были бы в схожей ситуации устойчивы. Другой вопрос, почему часть людей оказывается стабильно невосприимчива к пропаганде. Ну, вот про это социальные учёные много думают, и они знают точно, что фактор образования, например, не влияет к культурного бэкграунда и так далее. То есть что-то даёт эта устойчивость, возможность сопротивляться, возможность рефлексировать. Но ответы такого секрета и рецепта того, как противостоять пропаганде и что сделать надо с людьми, чтобы они были устойчивы, достоверного нет. Хотя европейские общества сегодня пытаются в программу образовательную включать такие аспекты, как рефлексия по поводу политики, рефлексия по поводу того, как конструируются те или иные взгляды, как, опять же, работает пропаганда, как отличать одно от другого. Но вот в России конкретно такая работа никогда не велась. Там был хороший Советский Союз, который победил плохую Германию. Вот фашизм. Чем был Советский Союз при этом? Никто никогда не рефлексировал особо. То есть это минимальная прослойка людей, задета была образованием в этой сфере и попыткой понять, что же на самом деле произошло. И я думаю, отчасти вот отсутствие этой рефлексии, отчасти это последствия того, что люди, многие находятся в бедности, и они недостаточно в ресурсе. Я подресурсами имею в виду не только финансовый ресурс, но и интеллектуальный, психологический. Время. Чтобы всему этому противодействовать, противостоять.